Привет, друзья! Вы в мастерской Норт-88. Меня зовут Филипп. Печь. Булерьян. Сварог. Релмик 200. 45 сантиметров. По материалу печь обошлась, наверное, ну тысяч... семь. Закрывается эксцентриком. Максимальный КПД. На дымоход нержавеющий он стоил гораздо дороже. Покажу, как клеют дрова. Сегодня один актуальный вопрос — это тепло на рабочем месте. Ну, неважно, даже на рабочем, не на рабочем, в гараже, где угодно, на даче. Я расскажу вам про печь Булерьян, которая работает в моей мастерской, и которую я сделал сам. Возможно, что-то вам понадобится, какие-то идеи, покажу размеры, расскажу, как она топится и так далее. Погнали! Вот такая печь Булерьян. Делал по некоторым чертежам, которые нашел в этом месте. Но они не точные. Размеры свои. Согнуть трубы достаточно сложно, как продаются заводские печи в магазинах. Поэтому сделано из трубы... Ну, самый простой вариант, который я нашел. Сделано из трубы 60 на 40. Вот эта. Здесь их 8 штук по метр двадцать. Угол произвольный, но он, естественно, выдержан сверху и снизу. Вот эта грань — 45 сантиметров. Первым делом сгибаются трубы. Вырезаются уголки из них. Свариваются. Далее. Стенка трубы — 3 миллиметра. И металл сзади, спереди, самой крышки — тоже 3 миллиметра. Было много разговоров, когда я выложил первый раз эту печь, о том, что прогорит, металл тонкий и так далее, расплавится. Но, ребят, это печь длительного горения. То есть она... Это не буржуйка. Она горит медленно. По сути, дрова в ней тлеют. Одна зима прошла, и топил я ее с максимально открытым передним шибером, вот этим воздухозаборником. Ничего не прогорело, ничего не расплавилось. Металл, как видите, ровный, ничего не повело. Ну, то есть работает она нормально. Под потолком... У меня высокий потолок в мастерской — 3,5 метра. Когда я красил зимой и стены, и потолок... Зима, правда, была... Прошлая, не сильно холодная. И под потолком, ну, градусов 30 было. То есть просто вот пот вытирал. Из каких элементов состоит печь? Ну, понятно, каркас из труб. Здесь полосы. Ну, получается 60 миллиметров. Задний шибер — вот такая труба с регулятором. Ее покупал отдельно. Дымоход, нержавеющая труба, 115-я. Собран по конденсату на герметик. Все швы на специальном герметике. Пару слов про дверку. Шибер из трубы 50 на 100. Регулируется вот так. Это полоса. Закрывается эксцентриком. Здесь тепловой экран. Дополнительный лист тоже 3 миллиметра. То есть это чтобы не вело вот эту дверку. И ничего с ней не произошло. Здесь вот неплавящийся шнур такой. Он продается в магазинах, где все для печей. Дрова всегда лежат на зольной подушке. То есть чистить ее особо не надо. За прошлую зиму буквально пару раз я вычистил. Ну, когда уже слишком много пепла накопилось. Опять же, пепел будет у вас накапливаться, если вы топите печь всякой ерундой. Дровишки дубовые. Ну, такие они довольно крупные. Их не нужно мелкими делать. То есть чем больше они, тем дольше они будут леть. Тем лучше. Примерно вот если он помещается в печь. Ну, вот такое легко войдет. Это будет отлично. В чем плюсы данной печи? У нее КПД повыше, чем у других печей. Суть в том, что горячие газы дожигаются во второй камере. Здесь есть перегородка. Ну, на фото увидите. Горячий газ проходит... Ну, то есть не сгоревшие какие-то газы от дров. Они проходят в дымоход. И в эту камеру еще поступают инжекционные трубки от вот этих двух труб первых. Я в них еще варил гаечки. Если что, можно было бы, допустим, вкрутить какие-то ограничители. Но это не потребовалось. Я думаю, отверстия там 5-6 миллиметров достаточно на две трубки. Данная печь обеспечивает комфортную температуру для работы. Обычно сильно не топлю. Градусов 15, максимум 20. Когда бывает что-нибудь надо покрасить, допустим, подкрасить, чтобы все это высохло. Вот. А так, если топить ее, если ставить вот этот приток воздуха в минимальный или средний режим, ну, примерно две закладки полных печи на рабочий день. Ну, восьмичасовой. Ну, то есть часа на 3-4 хватает вот одной закладки вполне. Сейчас я полностью открою шибер. Покажу, как клеют дрова. Вот так это выглядит. То есть никакого огня там нет. Но дрова максимально раскалены. И у них максимальная теплоотдача в такой печи. На улице дымоход имеет слив конденсата. Это тоже обязательно нужно. И плюс она собрана по конденсату. Если какой-то конденсат в дымоходе образуется до того, как выходит на улицу, он просто стекает в печь, там сгорает. А конденсат с улицы сливается вниз. В нем отверстие. Ну, там нежилая зона, скажем так. Вот что из себя представляет дымоход. Почему бы мне не купить готовую такую печь? Причин несколько. И первое, даже это не экономия. Хотя эта печь стоит примерно... Ну, аналогичная по объему печь будет стоить 20-25 тысяч в магазине. Ну, по крайней мере, которые я видел. Вот. Больше меня не устроило качество. То есть, они все... Ну, они все, в принципе, из металла там 3 миллиметра. Максимум 4 попадалось. Но качество сварных швов у них не очень. Как правило, я все не видел, конечно. В некоторых нет инжекционных трубок. То есть, почему-то от этого отказались, непонятно. То есть, только конвекция работает. Ну, не буду говорить, какие печи. Но сами посмотрите, есть эти трубки или нет. Вот. И это, как бы, считается чуть ли не опцией. Насчет вот этих ног паучьих. Ну, не знаю, зачем делать что-то стандартное, если можно сделать что-то интересное. Эта печь стала прям достопримечательностью мастерской. Вот. С этими ногами, конечно, пришлось помучиться немножко там. Ну, как помучиться. Во-первых, трубы нужны для них еще разного диаметра. Вот. Плюс вот эти углы сделаны. То есть, делается 4 надпила на трубе. Вырезаются уголочки. Сплющивается молотком. Проваривается. И сверху слесается. Вот, получается, вот это острие ноги. Вот. И плюс я их еще и подогнул их немного на трубогибе. Чтобы они были, ну, похожи на настоящие. Естественно, сначала печь на полу стояла на 4 ножках. Выставлена по уровню. А потом уже к ней приварилось вот этих 8 ног. помимо труб профильных 60 на 40 листа 3 миллиметра, понадобилась еще полоса на дверцу, на петли, на сам вот этот механизм закрывания кругляк, небольшой там 8-10 миллиметров. Шнур отдельно покупался. Вот этот неплавящийся, там, не знаю, как он правильно называется, для печей каминов. В общем, он есть для дверок. Вот. Это продается в печных магазинах. И в печном магазине вот был куплен отдельно задний шибер, труба вот эта, с регулятором. Ну, просто у меня не было такой трубы, как бы, и негде было ее найти, вот, кусок, чтобы самому там делать. Вот, передний я сделал сам. А, ну, передний, да. Кусочек трубы 100 на 50 миллиметров профильный. Вот. Пружинки, болтики, все. Печь окрашена термостойкой краской. На это ушло ровно три баллона. Плюс вот такая зажигалка и немного бензина. Уже нога поджаривается у меня тут возле печки, если честно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok